Друзья, всем привет! С вами канал Ферингер ТОП. Меня зовут Дмитрий Улкин. В одном из предыдущих видео я рассказывал о кассетах для пара от завода Ферингер 2020. О том, что поменялось в этих кассетах, как они сейчас выглядят и какой принцип их работы. Для чего они в принципе нужны, для чего они устанавливаются вот в эти вот печки. И судя по комментариям, у меня не очень хорошо получилось раскрыть вопрос, для чего нужны кассеты. Поэтому сегодня решил снять отдельное видео, немножко дополнить рассказ о кассетах. Рассказать именно, как получается пар с кассет, почему он хороший и для чего нужна кассета. То есть, как она работает и для чего именно она нужна в печке. И во второй части видео показать, может быть даже без комментариев, просто показать, как работают кассеты, как производится пар. То есть, с кассет реально можно получить очень много крутого пара. И нужно понимать, как он производится. И первое, что хочется сказать, это то, что кассета это не замена камням. То есть, вот в комментариях прослеживаются такие идеи, что камни лучше. Часто встречаются в комментариях, ничего лучше камней нет. Да никто не спорит. То есть, кассета это не замена каменки. Сама по себе кассета, она не сможет произвести крутой пар в большом количестве. То есть, это инструмент, который работает вместе с камнями. И без камней, если просто поставить туда кассеты и получать с них пар, будет совершенно другой результат. Не тот, который нам нужен. То есть, кассета работает вместе с камнями. И почему с ней будет лучше? Вот представьте, что есть большая каменка. Пускай 100 килограмм камней. То есть, здесь поменьше камней. Но в средней модельке печи 100 килограмм камней, которые хорошо разогреваются. Но разогреваются они неравномерно. В любой каменке где-то есть наиболее горячее место, где-то есть, которое нагревается меньше, скажем так. В данной печи, чем ближе к топке, тем камень нагревается сильнее. То есть, где-то около топки камни могут достигать 500, условно, градусов. Если взять камни, которые находятся сверху каменки, в самой дали от топки, то там температура может быть 300 градусов. Ну так вот, приблизительно. Нам, чтобы получить самый хороший пар, нужно подать вот самое пекло, которое есть в каменке. И как это сделать? Нужно как-то туда доставить эту воду. Отсюда появляются паровые пушки. То есть, самая там примитивная, наверное, паровая пушка, это какая-то трубка, которая подает воду в самую раскаленную зону каменки. Думаю, что это понятно. И так мы получаем пар самых раскаленных камней, и получается самый хороший пар. И вроде бы все хорошо. Но, если мы будем подавать вот так вот точечно воду в самый жар, в самое пекло, как я уже говорил, то мы зальем те камни, которые там находятся. То есть, обычная трубка, самая примитивная паровая пушка, она постепенно зальет ту зону, в которую она подает воду. И там уже пар будет производиться не очень хороший. Там камушки будут еле шипеть, не так много будет пара, и он уже будет не такой. Поэтому эти вот паровые пушки, их начинают как-то модифицировать, да, то есть, их начинают улучшать. И вот кассету в данном случае можно сравнить с современной паровой пушкой. То есть, кассета работает именно вот таким образом. То есть, вода подается вот в самую раскаленную зону, к самой топке. Сама кассета, она разогревается от топки очень хорошо. Вот я в предыдущем видео говорил, что до 600, до 700 градусов раскаляется сам металл на кассете. И мы туда подаем воду. Пар испаряется очень хорошо. Можно, есть возможность получить очень много пара. За счет того, что кассет несколько, и за счет того, что они быстро восстанавливаются между подачами, вот количество пара, можно сказать, неограничено. То есть, можно получать очень много при условии, что печка продолжает топиться. Но пар с кассетой, он не выходит сразу хорошим. То есть, пар этот выходит в каменку. И вот дальше он взаимодействует со всеми камнями в каменке. То есть, ну, сами понимаете, литр подаем воды в каменку, получаем там 1,7 куба пара приблизительно. Этот пар, он заполняет всю каменку. То есть, пар заполняет всю каменку, нагревается от всех камней и выходит в парилку сюда уже прогретым. Очень хорошим паром. Если каменка не разогрета, пар не будет хорошим. Если каменка разогрета, то будет прям вот так классно. То есть, если кассета испаряет, и если камни догревают, пар получается очень классный, и у него получается очень много. Если же мы подадим воду сверху камней, то мы попадем на самые ненагретые камни, ну, на самые холодные, скажем там, которые есть в каменке. И пар сразу выйдет сюда наружу. Ну, какая-то часть пара, конечно, проконтактирует с камнями, но все-таки, да, большая часть, наверное, выйдет сразу наверх. И этот пар, он получится более сырым и более холодным. Я вот у себя частенько замечаю такую штуку, что даже когда кассета уже, ну, вот я, допустим, захожу в парилку там 5 раз. Ну, приблизительно 5 раз где-то, 5 заходов у меня есть. Ну, вот обычно мы приходим в баню себе, семейная у нас банька, да, 5 раз мы заходим. Где-то к пятому разу у меня там уже почти ничего не горит, да, бывает по-разному, но обычно там пятый раз там уже угольки как-то догорают. И кассеты, они уже там еле-еле производят пар. То есть она уже так шипит, неактивно очень. Но пар выходит все равно хороший. Вот почему так, да? Потому что пар выходит вот там вот внизу, да, вот в той самой зоне и проходит через все вот эти камни, которые еще горячие, еще достаточно горячие. И на выходе я получаю очень хороший пар. Но тут же, в тот же заход я беру и подаю воду сверху камней, и я вижу даже пар. То есть вижу, что пар выходит сюда, и он такой, получается, жгучий какой-то, да, ну, более-более сырой. Хотя иногда смешать такой и такой пар бывает очень даже классно. Но я к тому, что пар получается хорошим даже в случае того, что кассета уже еле испаряет. То есть, в принципе, понятно, что мы можем получить более качественный пар, потому что подаем в самую нагретую зону, пар проходит вверх, взаимодействует со всеми камнями, прогревается хорошо, все замечательно. А что будет, если мы подадим воду сверху камней? По теории, да, мы можем подать побольше воды, бахнуть туда хорошенько, и вода протечет все равно вот в зону горячих камней, и испарится там, где нужно, да, и пар опять же выйдет наверх. Вроде бы все хорошо. Но получается, что мы, во-первых, подаем на верхние камни, которые меньше всего нагреты, и большая часть пара все равно получится с них, он будет не такой качественный, как нам хотелось бы. И, во-вторых, вода проливается через камни вот так, как ей хочется. То есть, это не то, что так, как ей хочется, а так, как ей удобно. То есть, по пути наименьшего сопротивления. Где ей проще всего пролиться, она там и прольется. Этим вопросом задавались на заводе Ферингер, в лабораторной парной. То есть, смотрели, почему-то датчик в камнях показывает там 500 градусов, то есть, камни до сих пор нагреты, но вода проливается прямо через всю каменку до самого низа. Почему? Да, казалось бы, но это нереально. То есть, вода должна испариться на камне, в котором 500 градусов. А получалось как? Что, ну вот, ряд камней стоит, вот этот камень, допустим, с датчиком. А вода не проходит сюда, а она протекает так, как ей удобней в обход этого камня. То есть, получается, часть камней, которая очень хорошо нагрета, она не участвует вообще никак в парообразовании. На нее просто не подается вода, не попадает. Сделать это очень сложно. То есть, сделать так, чтобы вода попадала на все камни, ну, наверное, практически невозможно. А вот, чтобы пар проконтактировал со всеми камнями, это достаточно легко, потому что пар, он заполняет всю каменку. И здесь вот такой вот принцип. На кассете производится пар. Не тот пар, который мы хотим видеть здесь в парилке. Там он просто производится. То есть, он, кассета очень хорошо испаряет воду. А пар уже доходит с помощью нагретой каменки. И в итоге мы имеем очень хороший пар. В общем, наверное, заболтал я уже. Давайте перейдем от теории к практике. Сейчас я дотоплю печку до нужного состояния. И посмотрим, как эти кассеты испарят. Итак, прошло около двух часов с момента растопки. Может быть, чуть-чуть побольше. Я точно не засекал. Значит, топил я с открытой дверью. Сейчас я ее закрыл. Перед тем, как водички налить. Водичка пока еще у меня не нагрелась. Но такая тепленькая. Не горячая. Ну, такая и, скажем так, тепленькая. Печка. Уже здесь тепло. Но еще чуть-чуть она не дошла. Чуть-чуть ей не хватило. Но здесь даже погорячее. Здесь уже я долго удержать не могу. Но немножко бы ей еще надо. Ну, я думаю, что кассеты уже готовы. Значит, два литра воды. Ховшик заржавел весь. Здесь есть риски, как подавать в этой печке. То есть вот здесь в левую кассету подачи, а это в правую кассету подачи воды. Давайте посмотрим, что у нас сейчас кассеты выдают. Немножко, видимо, опара есть. Может быть, попала куда-то на камни сверху. Не знаю. Давайте попробуем вот так подать. Вот на кассету попадает. И пошло испарение. И вот сейчас пара не видно. На камни я сейчас не попадаю водой. И вот кассета испаряет. Ну, где-то литр с этой кассеты испарили. Даже, наверное, побольше. И сразу можно следующую. Мне нравится звук. Он не всегда передается на видео. Но кассета испаряет. Интересно. Мощно так. Ах, уже по ушам давит. Ну вот, двухлитровый. Ах. Двухлитровый ковшичек мы испарили. А часть пара, видимо, может быть, еще потому, что дверка была открытая здесь. И внизу попрохладнее. А может быть, какая-то часть пара получается не очень хорошая. Ну, это вполне себе нормально. Значит, здесь сейчас продолжает гореть. Я еще буду подкидывать. Но при... Вот при наличии угольной массы в топке, кассеты будут восстанавливаться очень быстро. То есть тут... Вот чем больше тут жар будет, чем больше тут будет раскаленных углей, тем быстрее кассеты будут восстанавливаться. И можно на них подавать и подавать и подавать. Но, в принципе, вот сейчас то, что мы вылили, два литра воды. То есть это там, грубо говоря, три с половиной куба пара мы получили. Не все льют по два литра воды за один заход. А мы их вот получили буквально очень быстро. И сейчас уже кассеты начали восстанавливаться дальше. К следующему заходу они точно будут готовы. Готовы. Может быть, даже и... Ну, можно и раньше на них получать пар. Может быть, он будет просто не так активно получаться, да? Как мы сейчас видели. Температура сразу прыгнула до 65. По-моему, 55 было изначально. Влажность, правда, 99 показывает. Но, в общем, температура пошла вверх. Тут стало жарко. Но баня еще не сейчас. Баня будет позже. Я, наверное, открою еще дверку. Девушки отдыхают. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...